Борис Штерон отвечает на каверзные вопросы пользователей социальных сетей. Ну что мы слышим, прям какая-то такая нежная веселуха. Да что они... Прикосулись к галлотемной материи, уже начали... Галлотемной материи соприкоснулась. То есть, ну такая подложка в их представлении, которая взаимодействует на уровне галактик. Они начали взаимодействовать как бы друг с другом. И вроде бы как бы там какие-то звезды нашли между нашим личным путем и Андромедой. Ну запросто. То есть, я про это не слышал, но это запросто может быть. Поскольку галла вообще здоровенная. То есть, у него есть сердцевина, кор, то что называется, да. Но не очень большой. У него есть сердцевина, это он сейчас рассказывает о свойствах несуществующего объекта. Это галлотемной материи, которая на несколько порядков больше. Он подробно это все рассказывает. Это вот все продолжение того анекдота, когда один сосед, а что ты мне дашь, если я тебе помогу? Да ни хрена тебе не дам. Ну ладно, помог. Потом приходят и требуют, отдавайте мне ни хрена. Отдавайте мне ни хрена. Вы обещали мне ни хрена. Его подводят в сарае. Видишь что-нибудь, тут говорит, ни хрена. Вот забирай три штуки и проваливай. Это вот свойства невиданной материи. На полном серьезе товарищ Штерн рассуждает о свойствах невиданной материи, которую они выдумали. Выдумали? Вот просто выдумали. Ну не очень большой, но есть огромный хвост степенной. Может он где-то там на экспоненты переходит, я не знаю. Но в общем Галла, оно имеет очень такие длинные широкие крылья. Вот и поэтому вполне возможно приливные взаимодействия между Галла Андромеды и Галла нашей галактики. Это вполне естественная вещь. Может я что-то не понимаю, ну-ка давайте. Галла. Может что-то уже новенькое у нас есть по Галла. Галла Википедия. А, ураним, париол, группа атмосферных оптических явлений. Так, 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 ну нет, вроде тут ничего. Так вот они Галла из темной материи, приметенна к галактике. У галактики есть свое Галла. Ребята двигаются к концепции. И вновь Евгения Лысакова спрашивает. Наличие фотосинтезирующих форм жизни охлаждает планету? Без учета динамики парниковых газов именно за счет того, что энергия тратится на понижение энтропии и изымается, в кавычках, из потенциального нагревания планеты. Если да, можно ли это использовать при поиске обитаемых планет? Так, сейчас, значит, энергия изымается только если она захоранивается в виде полезных углеродосодержащих ископаемых. Уголь, нефть и так далее. Вот тогда, да, это запас энергии, он уходит. А если это все гниет и возвращается в круглый оборот, значит, отъема энергии не происходит. Но даже если происходит отъем энергии, это очень маленький эффект по сравнению с влиянием на парниковый эффект, который дает жизнь, даже жизнь. Потому что вполне возможно, что где-то там в протерозое, там, первые миллиарды, пара миллиардов лет, земля оледенела в результате появления жизни. Кислородная катастрофа и все такое-такое. Вот. Улерод связывается, парниковых газов меньше, планета охлаждается. Этот эффект гораздо более сильный, на порядке более сильный, чем просто отъем энергии. Следующий вопрос. Константин Лесков спрашивает. Какие наблюдаемые эффекты мы можем ожидать при аккреции темной материи черной дырой? Можем ли мы наблюдать рост черной дыры быстрее ожидаемого, если она поглощает темную материю? Можем ли мы анализировать частицы темной материи по излучению аккреционного диска? И какие параметры аккреционного диска являются индикатором того, что он содержит какой-то процент темной материи? Это вот из разряда, сколько частей может уместиться на острее иглы? Вот была такая тема, которая прям обсуждалась. И вот это вот здесь примерно то же самое. Два несуществующих объекта. Черная дыра, темная материя. И люди на полном серьезе заморачиваются. Значит, здесь все довольно грустно, и на все эти вопросы ответа нет. Сейчас объясню, почему. Значит, конечно, темная материя тоже падает в черную дыру, какая бы она ни была, из чего бы она ни состояла. Ну, наверное, лучше всего падали бы в черную дыру вимбы. Это и тяжелые, слабо взаимодействующие частицы. Почему здесь все так кисло? Потому что вязкости нет, опять же, у темной материи. Она как летает, так и летает по кеплеровским орбитам. Вязкость есть какая? Ну, гравитационная. То есть частицы темной материи испытывают взаимодействие со звездами, летают по сложным орбитам. И в конце концов, то, что выелось из этих кеплеровских орбит. Что-то не понял. Он говорит, импы, частицы. Частицы кисло, потому что вязкости нет, опять же, у темной материи. Она как летает, так и летает по кеплеровским орбитам. Вязкость есть какая? Ну, гравитационная. То есть частицы темной материи испытывают взаимодействие со звездами, летают по сложным орбитам. И в конце концов, то, что выелось из этих кеплеровских орбит, как бы конус потерь темной материи выелся, он постепенно заполняется. Поэтому темная материя все-таки апплицирует. Вот он говорит, импы, я вбиваю в Википеде имп, частицы, да? Перехожу. Перехожу на страницу без зловредный дух, демон. Что происходит вообще? Так, все как-то нет, не так набираю, еще раз попытка имп. Имп, без. Я не понимаю, что это за организация, чем они занимаются. К науке это отношения не имеют. Это вот Борис Штерн. Галлюцинации по поводу... Ну и же клуб целый сторонников вот этих вот. Аккрецирует. Но это слабенько по сравнению с обычной материю, которая вязкость не пример выше. Вот. И выделить на этом фоне вклад аккреции темной материи, я думаю, что это безнадежно. Работ по этой части я не видел, не читал, наверное, может быть, даже они какие-то есть. Но вот так вот со стороны, вот так вот глянув на вскидку, кажется, что все грустно здесь. И что-то померить какой-то вклад аккреции темной материи невозможно. Мне так кажется. Ну, скажем так, пока. Может быть, когда-нибудь... Ну, пока. За радиосторожности, да, всегда можно сказать пока. Опять же, Константин Искок спрашивает. Глубина маразма недостижима. Пока. Пока. Да, радиосторожности, скажем, пока. Карло Равелли, один из адептов петлевой квантовой гравитации, в 2014 году выдвинул гипотезу планковской звезды внутри черной дыры и предсказал наблюдаемые эффекты, которые из гипотезы вытекают. То есть, это всплески излучения там в диапазоне. Что думают по этому поводу астрофизики? Ну, астрофизики смотрят на это все с некой иронией, так скажем. Сейчас объясню, почему. Значит, квантовы играют сады. Вот даже интересно, что сейчас будет. Ну, представьте. Моразм. Кругом моразм. Справа моразм. Слева сверху. Вот снизу. Моразм, моразм, моразм. Слоями моразма накрыты. А как вы относитесь вот к такому виду моразма внутри? Он тоже про вашу черную дыру, но там звезда внутри дыры. Да? Звезда? Ну, это моразм. Ух ты мой, а? Как вот он отличает одно слабоумие от другого? Вот это слабоумие правильно, а вот это неправильно. Как это с ним происходит? Гравитации не существует. Существуют некоторые обнадеживающие модели, но два из них – это суперструны и петлевая гравитация. Суперструны лучше проработаны. Значит... Это не веторная передача воздействия, это Брест Брестский, который вот прямо 100% лженаук, он говорит, да, существует два взаимодействия, петлевая, там, струнная. Ну, струны лучше проработаны. Значит, суперструны – это дискретные объекты в непрерывном пространстве, протяжённые объекты струны. Петлевая гравитация – это дискретное пространство, ну, в виде, там, колечек каких-то и так далее. Математические суперструны проработаны лучше. И те, и другие работают в каких-то, там, приближениях далёких от всяких насущных проблем, которые объясняют сверхплотные планковские состояния. Значит, теперь планковская звезда внутри чёрной дыры. Каков её размер, если взять планковскую плотность и массу чёрной дыры? Это будет типа 10 минус 20 сантиметра что-то. Размер протона 10 минус 13 сантиметра для сравнения. То есть это в 100 миллионов раз меньше протона по размерам. Вот. Значит, я смотрел работу Равелли, на которую вот… Чё, неправдоподобно, что ли? В рамках ваших широких взглядов что-то нашлось неправдоподобным. Ну, и вот это. Чёрная дыра – нормально, а вот звезда, которая меньше протона внутри – не неправдоподобна. Клайц Константин Лесков. Там выражаются некоторые надежды. Что мы не знаем, как работает квантовая гравитация, но вот в петлевой квантовой гравитации есть такое, что может сделать красивый эффект. Вот именно. Вот достигли вот этой планковской плотности, там, 10 минус 20 сантиметра. Так, это сейчас он узрекал дискретное пространство. Теория на дискретном пространстве может дать замечательный эффект. Красивый. Красивый. Интересный. Я это даже запоминать не могу. Вот оно у меня в долгосрочное файло, оно у меня вообще не попадает, оно у меня даже во временное не хочет попадать, потому что, ну, это, ну, как птички такие чирикают на веточках, ты же не будешь там вот эти переходы музыкальные. Это не имеет отношения к научной информации, это просто, ну, такая художественная литература. Вот те, кто знает, что происходит, кто понимает, что происходит, тем, наверное, просто должно быть, ну, смешно и ласково, это вот как люди головешками стукнулись и теперь искрят, что-то звук издавая. Там 10 минус 20 сантиметра. И там включились некие эффекты петлевой гравитации, которые описываются, в общем-то, очень плохо. Но есть надежда, что это приведет к обращению условий. То есть... Ну, прикиньте, да, это вот зеваки какие-нибудь. Первый раз включили, такие, опять идут, послушали. Они, наверное, правда думают, что вот это очень умные люди, которые разговаривают о чем-то научном. Все, не хочу больше. Штерн хороший, Штерн прикольный. Штерн... 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 Враг нашей цивилизации. Просто прикольный враг. Вы расскажите петлевую квантовую гравитацию. Вы читали это вообще? Я, я это... Если я это прочитаю, я это не смогу запомнить. Давай, вот открываем поиск. Так. Одна из теорий квантовой гравитации. Так, 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 так. Основана концепция дискретного пространства-времени с предложением об одномерности физических возбуждений пространства-времени на планковских масштабах. Ну, это, 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 ну, просто мусор. Это интеллектуальный мусор. Недискретный объект пространства они подменяют дискретной моделью пространства-времени с предположением об одномерности физических возбуждений пространства. Вот пространства, ну, нет, пространства нет таких свойств возбуждаться. Мы не сможем возбужденное пространство отличить от невозбужденного. Вот дворника Михайловича возбужденного мы сможем от невозбужденного отличить, а вот пространство невозбужденное от возбужденного, вот никак. Так, вот один куб пространства и второй, он хоть завозбуждается. Вот у пространства фундаментально нет свойства возбуждаться. А время – это не физический объект, время – это сравнительная характеристика. Вот если мы возьмем невозбуждаемое пространство и сравнительную характеристику перемешаем, и будем ждать от них возбуждения, мы ничего не дождемся. То есть люди, им недостаточно было просто побредить о пространстве, о пространстве-времени. Они еще бредят сверху о возбуждении пространства-времени. Ну, на планковских масштабах это уже детали. Это нельзя запоминать, это конченая бредятина. Про гипотезу пульсирующей Вселенной. Ну, просто из формулировки, я так понял, это основное на теории Большого взрыва. Что то расширяется, то снимается Вселенная. Ну, если у них Большой взрыв – это элемент, собственно, расширяющий пространство. Ну, и, как следствие, материю внутри. Ну, невозможная физическая реальность, то, чего не может быть. Ну, а пульсирующая – это просто цикличный процесс. Ну, как бы из их представлений он и должен выходить. Ну, теории можно насочинять сколько угодно, вот просто, вот любых и сказочных. Ну, смысла-то в этом нет. Это, ну, как… Если есть фантазия, можно там картины какие-то красиво рисовать. Можно сочинять бредятину в плане физики. Ну, физика, она же у нас в жестком регламенте. Регламент установленной природой. Вот, когда вы сочиняете какую-то чепушню, ерунду какую-то, сочиняете, она же у вас сразу же приземляется, соударяясь с реальными показателями. Ну, вот, если пространство трехмерное, вы сочинили, что оно пятимерное, да? У вас просто все, теория обрушилась. Свойства материи – то же самое, что мы видим за бортом. Вот вся ваша воображаемая картина, дискретная, не дискретная, квантовая, не квантовая, она должна вернуться в модели к тому состоянию, что мы видим за бортом. За бортом мы видим наш мир с такой-то системой химических элементов, с такими-то объектами, планетами, с таким-то наблюдаемым космосом. Если ваши фантазии не дают этого, или хотя бы в одном, в чем-то… Если не дают, значит, не соответствуют. Если при построении этой всей вашей модели вы хоть раз нарушили закон логики, то ваша вся модель – это уже не научный продукт. Это художественная литература, что угодно. Копошение болезненных гусичек – это не научный продукт. Копошение болезненных гусичек, лимитого человека, Римитого, лимитого человека. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова